А мы вас заждались. Привет. Проходите, пожалуйста. Чисто. Порядок? Квартирку проверил. Береженого Бог бережет. Небереженого конвой стережет. Здравствуй, Миша. Здорово, Гомельский. Завязал. А что так? Сердце. Да. За твой фарт, червонец. Кто ментов навел? Продал, шкура! Молодя! Брось пушку, червонец. Пошел. Руки. Я за папиросами, гражданин начальник. Извините. Оружие я не ношу. Уведите. Прошу. Молодцом, Зоя. Спасибо, Миша. Ну что, Иван Александрович, мы теперь люди военные. Где прикажут, там и воюем. Здравствуйте, Иван Александрович. Здравствуйте, Иван Александрович. Здравствуйте, Иван Александрович. Вы свободны. Жаль, что приходится вас беспокоить. Отрывать, так сказать, от борьбы с бандитизмом. Я ведь формазонщик. Серечь мошенник. Статья 169. Садитесь. Спасибо. Иван Александрович, позвольте полюбопытствовать. Какая в вашей конторе самая любимая статья? Вот, читайте. А, спасибо, а. Ага. Цель. Хе-хе. Это что? Ага. На. Нет, вы мне это не примеряйте. Не надо. Гражданин начальник. Тут же вышка за каждым пунктом. Где Шантрель? Что? Где Шантрель? Какой Шантрель? Я не знаю. Устроить вам встречу со Спиридоновой, у которой вы поселили Шантрель. Ага. Ага. Ну-с, устроил, поселил. Откуда мне знать, куда он переселился? Настоящая его фамилия. Вы тоже не знаете? Откуда, господи? Ознакомить вас с показаниями Пономарева из Харьковского уголовного розыска. Ага. Знаете, как только я вошел, ваше лицо навело меня на размышления. Я бы не хотел иметь дело с органами госбезопасности. Особенно во время войны. Отвечайте, Данилов. Хорошо. Я так думаю. что он переменил фамилию на Шантрель, потому что старая его фамилия была немного неблагозвучна. Извините. Гопа. Гриша Гопа из Харькова. Что это за фамилия? Поважайте. Не прячется Гопа. Я же не смогу показаться в приличном камерном обществе. Я вам постараюсь объяснить, в какое общество вы попали в Омнинске. Узнаете? А, это приятель Гопа. А где он не знает? Зато мы знаем. Рядом в соседней комнате. А, ясно. Ясно. Что такое? Это? Кошмар. Кошмар. Может, Гопа? Так же, как и я, не знал, с кем он имеет дело. Гопа? Да, возможно, и не знал. Но знал Гопе. Генрих Карлович. Гопе. Генрих Карлович. 1899 года рождения. Уроженец Харьковской области. Сын крупного землевладельца. В 1925 году вступил в активную борьбу с советской властью. Находился в банде с Мурова. После ее ликвидации из нескольких бандитов организовал группу который совершал нападение на ювелирные магазины Харькова, Одессы, Киева. Дважды судим. Последний раз в 1940 году. Из-под стражи бежал. Заочно приговорен к смертной казни. Фамилию немецкую Гопе изменил. Встал Гопа Григорий Кириллович. В первые же дни немецкого наступления оказался на оккупированной территории. Был завербован. И в июне 1941 года с документами расстрелянного фашистами инкассатора Шантреля внедрился в охрану промкомбината Юверторга для организации диверсий в нашем тылу. Завершите? Закурите. Высший молодой человек. А с Иваном Александровичем когда он еще работал в ЧК мы, можно сказать, ходили рука об руку. То есть я был в роли дамы он меня водил. Иван Александрович пусть меня поставят к стенке пусть меня зарежут уроки в камере но этого шпиона этого предателя я вам доставлю к столу. в оригинальной упаковке.